Мы выяснили, что мы уже знаем довольно много команд, которые можно писать в скриптах bash. Когда мы пишем скрипт, то эти команды обычно называются инструкциями. Однако кроме инструкции в скрипте бывает еще и такое понятие, как переменная. Давайте с ним познакомимся. Переменная — это именованная область памяти. Что это значит? Это значит, что у переменной есть некоторое имя, и оно связано с некоторым местом в памяти компьютера. И в это место можно записать некоторые данные. Эти данные обычно называются значением переменной. Имя переменной может состоять из букв, цифр и знака подчеркивания. Но при этом не может начинаться с цифры. Значением переменной может быть число или строка. Причем, что если в строке есть пробелы, то строк обязательно сдавать в кавычках. Если пробелов нет, то можно сдавать ее просто без кавычек. Или отдельные символы. Чтобы обработать переменную, нужно уметь записывать данные в переменную и считывать ее значения. Для записывания используйте следующие конструкции. Имя переменных равно значение. При этом около равно ставить пробелы нельзя. Точно так же можно и перезаписать значение переменной. Поэтому они искусственно называются переменным. Они могут менять значение. Мы ее использовали, а потом записали в нее новое значение. Например, pass равно tilde docs. Теперь в переменной с именем pass находится значение строка tilde slash docs. Чтобы прочитать значение переменной, нужно использовать либо $, имя, либо $, фигурные скобочки, имя. Посмотрим на разницу этих конструкций на примерах. В первом примере в переменную pass2 я записал значение из переменной pass и добавил к нему slash file 1.txt. Таким образом, после этой команды, инструкции, в pass2 записано значение tilde slash docs slash file 1.txt. Я справа записал то, чему будет равняться pass2 и использовал перед этим решетку. Это не случайно. Дело в том, что в bash можно писать комментарии. То есть те конструкции, которые он воспринимать не будет и выполнять не будет. Они специально сделаны для удобства программистов и тех, кто читает программу, то есть скрипт на bash. Все комментарии начинаются с значка решетки. Единственное исключение, это первая строчка с крипт на bash. Как вы помните, она тоже начинается с решетки, но потом идет значительный знак и путь до интерпретатора. Во втором примере я использую команду echo и передаю ей аргумент-строчку pass из pass2. В данном случае будет воспринято это как прочитать переменную pass2. Однако, если я захочу прочитать переменную именно pass, а потом дописать двоечку, то я должен использовать фигурные скобки. Так мы явно укажем, что надо использовать именно вот эту часть конструкции после доллара как имя переменной. Видите, что хоть эти две строчки и похожи, но результат у них будет немного разный. Давайте посмотрим еще несколько примеров в терминале. Рассматриваем следующий скрипт. У меня в этом есть две переменные. dirPath, который присваивается путь до папки testdir. И filePath, который использует переменную dirPath и дополняет ее названием файла. TestFile.txt. Далее я вывожу при помощи echo creating file и значение переменной filePath. Создаю файл в этом месте. И на всякий случай еще проверяю содержимое этой директории, в которой мы хотим создать файл. Давайте запустим этот скрипт и посмотрим, что произойдет. Echo выдал нам, что создает файл. Далее я проверил содержимое директории и мы убеждаемся, что там файл действительно создался. Если я сейчас этот файл удалю, проверю содержимое директории и запущу скрипт еще раз, то он опять там создастся. И теперь в директории есть этот файл. Однако можно обратить внимание на не очень красивую вещь. Когда мы вводили путь до файла, тут появился двойной слэш. Откуда он взялся? Давайте посмотрим. Дело в том, что один слэш уже есть в переменной dirPath и один мы добавили, когда писали filePath. Если я удалю слэш отсюда, то возникнет проблема, потому что баш будет думать, что вот это все длинное до точки, это название переменной. Потому что название переменной может содержать подчеркивание и буквы, поэтому все, что ему кажется похожим на название переменной, он будет им считать. То есть вплоть до точки. Поскольку такой переменной нет, то в файл.пасс запишется точка txt. То есть когда я обращаюсь к переменам, которые нет, у меня ничего не записано, то есть пустая строка. Поэтому давайте посмотрим, что будет, если я сделаю так. Запускаю скрипт. Видим, что происходит создание файла .txt. И создастся он прямо в нашей директории. Я могу найти его, если я выведу все при помощи минус ла, потому что точка txt это скрипт файл, поскольку он начинается с точки. Давайте исправим наш скрипт. Чтобы его исправить, можно использовать другую конструкцию, которую мы изучили, а именно начинание переменной при помощи фигурных скобок. В данном случае мы явно указываем, где у нас переменная начинается и где имя переменной заканчивается. А все, что дальше, это уже обычная строка. Попробуем еще раз. Запускаем скрипт. И видим, что теперь файл создается правильно. И в выводе присутствует только один слэш. Пока же, что не всегда по конструкции доллар и имя переменной можно получить ее значение. Дело в том, что bash разделяет понятие двойные кавычки и кавычки одинарные. Когда мы используем двойные кавычки, то в этой строке все конструкции вида доллар и имя переменной будут означать взять значение этой переменной и поместить в строку. Когда же мы используем кавычки одинарные, то все особые свойства значка доллар теряются, и он трактуется как обычный символ доллара. Давайте посмотрим, что выведет этот скрипт при помощи двух разных командных echo. Запускаем его. Вижу, что первая вывела нам строчку $VAR2, потому что там были использованы одинарные кавычки, а вторая echo вывела нам значение переменной VAR2. Стоит отметить, что в двойных кавычках вы также можете вывести символ доллара, для этого нужно лишить его особого значения при помощи символа slash. Можете обратить внимание, что в этом случае VAR2 сразу подсветил мне VAR2 красным цветом, то есть показал, что это будет строка уже, а не переменная. Это помогает нам понять, когда у нас выводится имя именно переменная, а когда просто строка. Давайте убедимся, что теперь обе команды выведут нам одно и то же. Наконец, последнее, что хотелось бы отметить, это то, что кавычки и двойные кавычки, естественно, работают не только в echo, но и в любом другом месте. Например, если я скопирую четыре строчки и вставлю их, и вместо двойных кавычек использую одинарные в задании переменной VAR2, то и результат будет соответствующим. Давайте проверим, чем отличаются задания двойными кавычками и одинарными в этом случае. В первом случае VAR2 задавалась кавычками двойными, поэтому в нее подставлялось значение VAR1. Во втором случае в нее подставилась строчка $VAR1.